Азан.кз представляет Ранее ученые нашего Мазхаба выделяли обычно четыре книги, как авторитетные, то есть те книги, к которым возвращаются остальные труды Ханафитского Мазхаба. И это были такими книгами, на которых делается основной упор. А это были Мухтар, это был Канз, Уикоя и Маджмууль Бахрейн. После же ученые начали опираться на три основные книги Мутуну Саляса, и это были Уикоя, Канз Аддакайк и Мухтасар Имама Аль-Кудури, которые мы начнем читать, иншаллах. И безусловно, Мухтасар Аль-Кудури – это самый знаменитый и значимый матен в истории нашего Мазхаба. Который определил развитие этого Мазхаба навеки, а также продолжает это делать. Этот матен преподается в наших Мадрасах уже на протяжении тысячи лет. Как известно, книга Мухтасар Аль-Кудури оказала большое влияние на все последующие книги нашего Мазхаба. Ее можно смело назвать фундаментальной книгой Мазхаба Имама Абу Ханифы, радия Аллаху Анху. И этот труд был издан большое количество раз. На этот матен есть несколько десятков толкований. А сколько же еще толкований находится в наше время в исламских библиотеках в рукописном варианте, которые на данный момент еще даже не издавались. У нас есть такие ревояты, что изначально автор Мухтасар Аль-Кудури, имам Абуль Хасан, написал ее для своего сына. И ханафитские ученые говорят, что благодаря любви, заботе, которую шейх Аль-Кудури вложил в эту книгу, все последующие ханафиты, которые ее читают, становятся подобны его детям. Они читают этот труд, заучивают его, берут пользу, применяют его на практике, затем начинают преподавать. И все последующие матны по фикху, труды нашего Мазхаба, фактически являются переработкой этой книги. И многие толкователи этой книги указывают, что матен Кудури, помимо его научной ценности, также обладают особой благодатью, барракатом. В книгах по ханафитскому табакату передают, что когда имам Кудури закончил эту книгу, то он совершил хадж. И находясь возле Каабы, он сделал дуга и попросил Всевышнего Аллаха принять этот труд и благословить его. В книге Аль-Биная имам Бадрудин Аль-Айни передает, что когда имам Кудури совершил хадж, он взял эту книгу с собой и попросил Аллаха защитить от ошибок. И когда после хаджа он начал листать эту книгу, то на некоторых его страницах нашел стертые места, то есть ошибки. И мы видим, что это карамат имама Аль-Кудури, это принятие Всевышним Аллахом и одобрение его книги. Имам Каусари, а также другие ханафиты передают, что если читать этот матан в период трудностей, то по воле Всевышнего Аллаха это помогает устранить все эти неудачи. Ханафиты Туляб-Уль-Ильм, ищущие знания студенты, всегда стремились получить благодать через чтение этого матана. Считая, что это облегчает получение знаний и пропитания риска, один из учеников имама Захида Аль-Каусари говорит, что прочитал эту книгу в десяти маджлисах со своим устазом. И когда устаз Аль-Каусари сделал за него дуа и дал ему свою иджазу, после этого ученик говорит, что не встречал в жизни каких-то серьезных проблем, будь то это в духовной сфере, либо в материальной. И каждому из нас стоит знать, что успешное заучивание этой книги является в целом ключом к познанию ханафитского фикха. Имам Ас-Самарканди Аль-Ханафи подчеркивает, что к особенностям этой книги, которые сделали ее бесценны, относится то, что имам Кудури ограничился значимыми и актуальными темами, убрав из нее все лишние и редкие ситуации. Еще до матна имама Аль-Кудури было написано очень много различных книг. И даже были такие матны, которые имели в точности такое же название. Например, у имама Кархи Рахимахулла также была книга, которая называлась Мухтасар. У имама Тахави также была книга, которая называлась Мухтасар. Но Мухтасар имама Кудури стал настолько известным, что его начали назвать Аль-Китаб, книгой. И все это говорит о том, что этот матан занимает особое место, и с ним не сравняются другие Мухтасары. Как-то один из моих знакомых, который учился за границей, в Исламском университете, рассказал такую историю. Будучи еще студентом шарятского факультета, он шел по улице. Гулял однажды, и в руках у него был именно этот матан. И на улице он встретил одного из своих шейхов. Его учитель, увидев книгу в руках, сказал, «Я Бунай, о, сынок, я хотел бы сделать тебе наставление». И тогда студент спросил, «Я готов выслушать это наставление, и что же это за совет у шейха?» Учитель сказал, «Пусть помимо Корана в твоем доме, в твоей библиотеке, всегда находятся еще несколько книг». «Какие это книги, у шейх?» Тогда шейх ответил, «Первое. Пусть одной из твоих настольных книг будет риаду Салихин имама ан-Навви. Затем, если ты даже будешь читать нечасто, но пусть у тебя на полке будет всегда Ихья улюмуддин имама аль-Газали. Читай хотя бы иногда эту книгу, и в-третьих, читай почаще эту книгу, которая сейчас у тебя в руках, ибо в этих книгах есть большой барракад». Когда я услышал от него эту историю, то особого значения не придал. Но спустя годы, закончив обучение, я сам понял, что в этих книгах действительно есть что-то такое тайное, необъяснимое. Это не дано понять каждому человеку. Это что-то такое из духовной части этой книги. А вообще, сам Маттен охватывает около 12 тысяч тем и вопросов. Так же, как и другие классические труды, книга разделена на темы. Например, первая тема, первый раздел — очищение, второй раздел — молитва и так далее. И книга заканчивается разделом о наследстве. В силу ограниченности моих возможностей мы не сможем переводить все разделы. Возьмем только самые необходимые части, которые касаются нашей жизни. Я постараюсь перевести только те главы, которые я лично проходил со своими учителями. В данном труде не делается упор на доказательную базу. Не приводится много доводов. Также в ней не приводится мнение других масхабов. Например, если вы слушали или проходили Мухтар, там имам Мусали дает значки и символы о разногласиях. Например, если у имама Абу Ханифы одно мнение, а у имама Шафиаи другое, то приводится харфа. Если Мухаммад не согласился с мнением своего учителя Абу Ханифы, то приводится харфмин и так далее. Но в данном труде все не так. Упор делается на мнение сначала Абу Ханифы, затем идет мнение Абу Юсуфа, позже мнение Мухаммада Аш-Шейбани. Как мы знаем, это два ученика нашего имама Ахзама. Теперь вкратце остановимся на биографии автора. Он имам Ахмад ибн Мухаммад ибн Ахмад Абул-Хасан Аль-Багдади Аль-Кудури. Так звучит полное имя Абул-Хасан Аль-Кудури. Почему его называют Кудури? Одна из версий говорит, что его имя происходит от названия одной из деревень, которая находилась в окрестностях Багдада, под названием Кудура. Ну, соответственно, по традиции его так и стали назвать по месту его жительства, по месту его рождения Кудури. А в другой версии говорится о его принадлежности либо принадлежности одного из его дедов к торговле. В частности, это посуда в виде котелков и горшков. Родился имам Абул-Хасан Аль-Багдад в 362 году по хиджри. Он является фахихом, ученым Золотого века. Из четвертой категории фахихах фанафитов, которых называют Асхабут Тарджих, то есть это Золотой век, пик развития ханафитского масхаба, именно фикха. Асхабут Тарджих — это те люди, которые могут отдавать предпочтение одному мнению над другим мнением. То есть это большие ученые, кибар-улама, которые могли издавать фетвы. Ва минха сухибуль хидайати аллямату маргинани. Из этой же категории, из Золотого века, это автор Аль-Хидайя, выдающийся ученый Аль-Маргинани. То есть, как мы видим, были они современниками. Далее приводится научная цепочка имама Кудури. Говорится, что он взял знания по фикху у ученого, которого звали Абу Абдулла Мухаммад Ибн Яхья Аль-Джурджани, известный ханафитский ученый. То есть его устаз. Абдулла Мухаммад Аль-Джассас. Учитель взял знания у Ахмада Аль-Джассаса, который взял знания у Абдул-Хасана Аль-Кархи. Акархи — тоже один из известных факихов нашего масхаба. Он взял знания у Абу-Саида Аль-Бардаи. А он взял Акархи — Абдулла Мухаммад Ибн Хасан Аль-Шайбани. А тот у Мухаммада Ибн Хасана Аль-Шайбани. А как мы знаем, Мухаммад Хасан является прямым учеником Абу-Ханифа р. Далее устаз Абу-Ханифа — это Хаммад. Ахамад же учился у Ибрахима Ан-Наха'и, который учился у Аль-Хама Ибн-Уль-Кейса. Аль-Хама – это ученик Абдуллы Ибн-Масхуда, а Абдулла Ибн-Масхуд много лет находился рядом с посланником Аллаха. Теперь его ученики. Одним из его учеников был шафийский ученый Хатиб-Уль-Багдади. Далее из ханафитов – это Абу-Наср Ахмад Ибн-Мухаммад Аль-Багдади, который был одним из его очень активных учеников, писавшим шархи на его книге. Также он был известен под именем Ахта. Далее – это Абдул-Рахман Ибн-Мухаммад Сарахси. В некоторых книгах пишут как Сарахси, либо расставляют харакаты Сархаси. В этом проблем нет. Далее из учеников – Абул-Касим Абкари. Дальше – Абу-Абдулла Мухаммад Ибн Али-Аль-Кабир. Далее – Абул-Харис Мухаммад Ибн Фадл Ас-Сарахси. Имам Ат-Танухи и многие-многие другие известные ученые были его воспитанниками и учениками. Имам Кудури является правдивым передатчиком, достойным доверия. Это был дальновидный, проницательный ученый, оратор, хафиз, предводитель ханафитов своего времени. Хатыбуль-Багдаде в своей знаменитой книге «Тарихуль-Багдад» передает, что имам Кудури передал небольшое количество хадисов, и Хатыбуль-Багдаде записал их от своего устаза, то есть от имама Кудури. Для ханафитов имам Кудури был великим, его положение, соответственно, было высоким среди других ученых тоже. А конкретнее – это ученые Ирака того времени. Соннафаль-Мухтасар уашарраха Мухтасар-Аль-Кархи. Далее говорится о его знаменитых трудах, а это Мухтасар, который мы взяли за основу для создания цикла уроков. Также он написал шах на Мухтасар имама Аль-Кархи. И одна из его знаменитых книг называется «Таджрит». Книга «Таджрит» издана в 12 томах. И представляет собой объяснение тех аспектов, в которых разошлись ханафиты и шафииты. В этой книге имам Кудури сначала объясняет позицию ханафитов, затем передает позицию шафиитов. Затем пишет, какой довод есть у ханафитов и какой довод есть у шафиитов. После этого идет критический разбор доводов шафиитов. Также у него имеются такие книги, как «Ат-Такриб» и «Такрибы сани». Имам Кудури скончался 15 числа месяца Раджаб в 428 году по хиджри, что соответствует XI веку по Григорианскому летоисчислению. Похоронен он в Багдаде рядом с великим ханафитским ученым Абу Бакрам Аль-Хаваризми. Да помилует их всех Всевышний Аллах. На следующем уроке, иншаллах, мы начнем с главы об очищениях. И, скорее всего, будем ограничиваться только матном. Изредка давая комментарии, пусть Всевышний Аллах примет наш труд. Субтитры создавал DimaTorzok